добрый день дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 17 декабря 2021 года и в нашем питомнике осталось 4 крольчонка рожденных 27 октября 2021 года то есть буквально через недельку малышам исполнится два месяца они полностью готовы к продаже у нас осталось четыре мальчишки и всех четырех показываем на видео в этом видео сегодня я хотела рассказать вам о породе калифорнийский кролик а у нас именно эта порода кролика почему я завела именно калифорнийского кролика ну во первых потому что конечно же он красивый у него окрас как у сиамского котенка то есть они беленькие с черными ушками черными лапками черным хвостиком и черненькие мочки носика как у сиамского котенка. Чем старше становится крольчонок, тем больше становится у него масочка на мордочке. В летний промежуток времени эта порода кроликов линяет, то есть они реагируют на тепло и черный окрас мордочки светлеет, они становятся белыми кроликами. А в зимний промежуток времени они снова на морозе приобретают свой естественный окрас и становятся вот такие с черной-терной мордочкой. Это у нас еще маленькие крольчишки, поэтому маска у них небольшая. Второе. Второй аргумент при выборе данной породы это то, что это очень-очень неприхотливая и, наверное, самая простая в содержании порода кроликов, которая очень сильно подходит новичкам или тем людям, кто вообще никогда не имел кроликов. То есть они достаточно крепкие. У нас вот за время содержания кроликов никто ни разу не болел, никто ни от чего не умирал. Крольчихи чудесные, но пусть Боря не сгибает, главное, чтобы манеж не собирали вот таким образом. У нас тут собачки и, как вы видите, наши кролики никого и ничего не боятся. Наши кролики не реагируют ни на собачек, ни на нас, потому что клетки с кроликами у нас стоят на веранде. На веранде там, где мы ежедневно проводим очень много времени. Мимо не ходим, конечно же, их кормим. Поэтому наши кроличишки привыкли уже достаточно спокойно реагировать на наших собачек, на нас, на наши руки, то, что мы их гладим, то, что мы с ними общаемся. Кроличишки очень мягкие, теплые и нежные. Очень приятненькие на ощупь. Наши кролики калифорнийской породы не карликовые. То есть наш кролик вырастает в среднем, ну, так скажем, 3,5-4,5 килограмма. Если его откармливать конкретно, скажем так, на мясо, то можно дорастить и до 5. Живут кролики от 8 до 10 лет. По весне, когда появляются комары, и важно сделать вовремя кроликам прививку, особенно, если вы живете в летний период времени на даче, там, где комариков много, они переносчиками являются заболевание смертельно опасного именно для конкретно кроликов. В зимнее время года кровососущих насекомых, таких как комары, нет и, в принципе, прививка кроликам не нужна. Наши кролики кушают комбикорм полноценный и сбалансированный для конкретно кроликов. Он продается по возрастам и, ну, разного возраста, скажем, как для собак корм, так и для кроликов комбикорм, в котором уже есть все-все-все-все все необходимые витамины, микроэлементы, даже пробиотики. Продается также для кроликов. И стоимость такого комбикорма специализированного, полноценного, сбалансированного питания для вашего ушастика всего лишь 23 рубля за килограмм. А если купить самый-самый крутой премиум класса, то в зависимости, конечно, от магазина, в котором это все продается, цена может варьироваться 46 рублей, там, от 40 до 50 рублей за килограмм. Ну, и сами понимаете, что в отличие от стоимости корма на декорашку кролика, который по обещаниям заводчиков вырастает от 1,5 до 2 килограмм, цена на комбикорм профессиональный намного-намного ниже. Все дело в том, что когда-то давно я очень-очень захотела себе кроличка, веслоухого барашка, вот такого же окраса, как калифорний, только ушки вниз, и он считался декорашкой, то есть тот крольчонок, который, как бы, считается, не вырастает крупным. Все это очень относительно, декорашки также вырастают и 3,5 килограмма, то есть мало чем отличаются от обычного кролика, но когда покупаем декорашек, почему-то всегда рекомендуют покупать специализированные, сбалансированные корма, которые в магазине для кроликов, даже самые простые, самые, ну, скажем, отечественные, не, скажем, не сбалансированные, стоят 300 рублей за килограмм. Кролик ест немного, на самом деле, 60 грамм в день на кролика это достаточно комбикорма. Все дело в том, что мы, когда кормим кроликов вот наших калифорнийцев комбикормом специализированным для кроликов, сбалансированным, мы ничего, кроме этого комбикорма, кроликам не даем. Вода и комбикорм, потому что в нем уже все есть и лишнего добавлять не стоит. Если же мы покупаем дикоражку, как правило, нам рекомендуют корма, специализированные для кроликов, которые продаются в зоомагазинах и обратите внимание на их состав. Ну, скажем так, большой процент состава общего в пачке этого корма составляют зерна. Но кролик не зерноядное животное. Кролик, он растительноядный грызун. Что он ест? Он ест травку разнообразную, он ест зелень разнообразную, он кушает веточки, он кушает все то, что может найти в природе под, вот скажем, своими лапками, выбираясь из своего гнезда. Это никак не могут быть какие-то зерна овса, кукурузы, то, что нам предлагают в пачках, вот скажем так, производители кормов для декоративных кроликов. Более того, постоянно рекомендуют сено. Сено это очень, ну, скажем, важный, конечно, атрибут для кролика в питании кролика, в рационе, потому что сено необходимы для правильного пищеварения, но в зимнее время года купить качественное сено для своих питомцев очень и очень проблематично. Как правило, сено все пересушенное, все пыльное, зараженное клещами или плесенью, и отравление от такого сена гораздо больше шансов, чем накормить полноценно своего крольчишку. Поэтому я все-таки кормлю комбикормом, и как вы видите, у нас это крольчата от наших кроликов, кроликов я своих растила, также можно посмотреть в плылистах на ваших глазах, как они кушали, как они росли, как они выросли, и каких замечательных деток они нам дают уже не первый раз, и какого веса они достигают, и как они выглядят, и какие они бодрые, активные, и как они, собственно говоря, выкармливают самостоятельно свое потомство, и как у нас все беспроблемно происходит на питании профессиональными комбикормами. Да, можно купить просто подороже, да, можно купить пурино, да, можно купить качественный комбикорм, и вам останется только добавить воды, как собачку, это здорово, это удобно. В силу того, что кроликов рекомендуют не раньше, чем в 3 месяца кормить сочной пищей, это, например, та же самая морковка, это тот же кусочек яблочка, это та же китайская, пекинская капуста, как у нас здесь есть. Не забываем о том, что... Не забываем о том, что многие овощи и фрукты в зимнее время года у нас несут в себе нитриты и нитраты, а в летний промежуток времени нет смысла кролика кормить какой-то морковкой или яблоком, когда есть трава. Кролик травоядный, то есть вы приехали на дачу, насобирали одуванчиков тех же, и после того, как вы их подвялили, нельзя сразу сочную, вот мокрую, прям с огорода травку давать, надо обязательно подвяленную травочку, вы угощаете своего питомца для того, чтобы он получал витамины. То есть смотрите, сколько подводных кормней в кормлении декоративных кроликов, которых нам активно предлагают для содержания дома в качестве домашнего любимца. Чуть что не то съел, сразу проблема с пищеварением, сразу побежали к врачу, ну и, скажем так, очень мало кто лечит кроликов, как правило, чаще они погибают. Все время говорится о том, что кролик очень хлипкий, кролик очень подвержен заболеваниям, но в большей степени, скорее всего, это относится все-таки к декоративным кроликам, и именно потому, что они выводятся специально, опять-таки, путем, как любая какая-либо порода, путем чего достигается гиперкарликовость, путем инбридингов, путем близко-родственно-скрещиваний. Обычные кролики, вот как у нас, мясной породы, скажем так, для того, чтобы они выросли большие, здоровые, давали полноценное потомство, конечно же, в первую очередь, мы избегаем разнообразных родственных скрещиваний. Конечно же, мы также следим за экстерьером и прикусом наших кроликов. Конечно же, вы слышали наверняка, что бывают проблемы с отрастанием зубов у кролика, в связи с тем, что он грызун, он должен постоянно что-то грызть, а вот это что-то грызть, это вот твердые как раз-таки веточки. В зимнее время года дается елка, в ней много витаминов, в осенний и весенний промежуток времени веники, веники, как вот мы используем с вами для бани, можно заготовить их самим с осени, набрав веточки разнообразные разрешенных пород деревьев и высушить их в тенечке. Ну и если кролик генетически правильно выведен и без каких-либо браков, дефектов по прикусу, то в принципе с отрастанием зубов проблем у него нет. Будет он кушать у вас комбикорм, пить водичку и все здорово. Не надо давать ему хлебушек и тем более булочку, не надо ему все такое, знаете, домашнее со стола какие-то вкусняшки, не надо ему давать овсяную кашку и несмотря на то, что как любое животное кролик может быть с удовольствием даже и все это съест, то что вы ему предлагаете. Но это никак не на пользу его здоровью организму, скорее наоборот во вред. Более того, кролик очень чистоплотное животное. Несмотря на то, что наши кролики не декоративные и живут в своей клеточке, в своей клеточке они не мусорят где попало. У них есть один единственный угол, в который они ходят писать. Таким образом, если кролику в этот угол поставить, скажем так, лоточек с наполнителем, у вас кролик будет ходить писать по своим делам, как кошечка в один специальный лоточек. У нас итальянские клетки. Они приспособлены таким образом, что у них на дне пластиковая сетка, через которую это сразу все проваливается, сливается в поднос. Поднос мы выносим как вот лоток за кошкой. То есть, так скажем, какой-то сильно большой уборки оно не требует. Мы за кошками и собаками также убираем. Но сходила кошечка в лоточек, вынесла все это в мусор и поменяли наполнитель. Все. Далее, кролик достаточно, скажем так, интересный зверь, если с ним общаться. Он играет с игрушками, несмотря ни на что. Я делала об этом видео. Я покупала игрушки специальные, разрешенные для кроликов, потому что во что бы он ни играл, он грызун и он все хочет попробовать на зуб и покрызть эти игрушки в том числе. Поэтому я ему покупала деревянные с погремушками, с колокольчиками. Кролики их кидают, подбрасывают и кролики, скажем так, нуждаются в движении. Поэтому содержать кролика просто-просто вот так вот в клеточке постоянно, вот, например, как сейчас они у нас сидят в манежике. Желательно, скажем так, чтобы этот манежик был 2 квадратных метра на одного кролика, взрослого. Это у нас просто малыши, поэтому они с виду маленькие такие. Для того, чтобы кролик мог подвигаться, чтобы кролик не жирел, чтобы кролик мог тренировать свои лапки. Они очень потешно прыгают, они когда в хорошем настроении, они сами с собой играют и развлекаются. За ними интересно наблюдать. Они милашно умываются передними лапочками, как кошечка. Они любопытные, они все хотят понюхать и попробовать. Минус то, что они грызуны. То есть, если вы их содержите в квартире и выпускаете погулять по квартире, только под присмотром владельца, потому что они будут пробовать стараться все-все на зуб, все-все погрызть. И это может оказаться, например, провод с напряжением, с электроэнергией, что может быть смертельно опасно для кролика и пожароопасно для вас и вашего жилья. То есть, в этом году, продавая кроликов на племя, мы неоднократно продавали кроликов в семье с детьми, людям. У которых есть аллергия. Кролик гипоаллергенный. Если у человека есть аллергия на шерсть кошки или шерсть собаки, он может попробовать завести себе кроличка в качестве домашнего любимца, что-то типа кошки, потому что кролик будет сидеть у вас на руках и будет позволять себя гладить, как и кошечка. А мех у него очень-очень приятный, очень-очень мягкий, очень-очень теплый и очень красивый белый кролик вот с такой черной масочкой. По питанию, повторяю, для того, чтобы не мусорил кролик в квартире, которому рекомендовано давать сено, овощи, фрукты, по практике содержание вот такого кролика не дикорашку идеально профессиональный комбикорм. Комбикорм и вода. И у вас никаких проблем не будет с блистами, клещами и разнообразными заболеваниями вашего крольчишка, потому что вся эта бяка будет кроликом поймана именно в сене. Про сено я знаю много. На самом деле даже ветврачи говорят о том, что обращаются люди с проблемой заболевания кролика и тут же чешут руки сами. Люди думают у них аллергия на кролика или на какую-то другую вещь. Оказывается, на сенах. В сене много всякой живности. Сено скосили, они же люди никак его не обрабатывают. Остается это сено сохнуть, например, летом на полянке. Все микроорганизмы забираются в это сено. Клещи, всякое вот. Когда мы кормим своих питомцев, я раньше содержала морских свинок, я знаю, о чем я говорю, это тоже сено, ядные животные. И многие заболевания, появляющиеся у морских свинок, которые берутся, казалось бы, ниоткуда, свинка не гуляет по улице, свинка живет в своей клеточке, в своем террариуме, в своем стеллажике, никуда она на улицу гулять не ходит, ни с кем не контактирует, и вдруг начинает болеть, как будто вот с воздуха прилетела к ней эта болячка. Нет, мы ее сами принесли туда. Либо со свежей травой летом, которую мы тоже собираем, пусть даже не в черте города, а вот именно на природе, где-то на поляночке, подальше от города, либо с сеном зимой. Ну и, соответственно, если это магазинные продукты, морковочка, яблочко, та же пекинская капустка, тыквочка и так далее, то, соответственно, это нитрит и нитраты, от которых погибало много-много уже у нас животных. Ой, собачки наши любопытные. Поэтому, если вы хотите себе завести питомца, ну, например, состояние вашего здоровья, график вашей работы или какие-то другие причины не позволяют вам завести то или иное животное, обратите внимание на кролика как домашнего питомца. Он не издает никаких звуков, он не мяукает, не гавкает. Он сидит в своей клеточке и терпеливо ждет, когда вы придете с работы или с учебой и захотите с ним пообщаться. Уборка за ним, ну, такая же примерно, как, извините, за хомячком, который живет в клетке или, скажем, за тем же котиком, который сходит в лоток и вам это все предстоит убрать. Да, есть такая ситуация, что организм кролика так придуман природой, что вот удерживать и как-то контролировать свои кокулечки кролик не может физиологически. Это так же, как морская свинка. То есть, если писать, он осознанно идет в определенный угол, в лоток, и он за этим следит, потому что, повторяю, они очень-очень чистоплодные животные, они постоянно вылизывают свою шкурку, то с кокульками дела обстоят по-другому. Кролик как уточка. В ротик вошло, из-под хвостика вышло. Но кокульки у здорового кролика это сухие кругляшечки, без запаха, так скажем, горошинки, которые не издают никакого запаха, их легко смести в собочек. Я делала об этом видео, когда кролики у нас росли в январь-февраль 2021 в комнате, вот в этой они росли, родители вот этих крольчат. И я их выпускала гулять, играть с собачками. Они потешно себя вели, да, они мимишно улыбаются, они очаровательно играют и бегают. Вот. То есть, скажем, уборка особо большого труда не составляет. И если вы содержите кролика в клеточке, конечно, желательно выбрать клеточку для одного кролика, ну хотя бы метр длина, 50 ширина, чтобы он мог там развернуться, попрыгать, побегать, пока вы на работе или на учебе. И если вы в вечернее время будете с ним общаться, они действительно тянутся к людям, они подходят к людям, они выклянчивают вкусняшечки. То есть, они разумные, и они привыкают к людям. Их можно содержать дома, как кошечку или собачку. При этом не надо бояться, это не дикорашки, которые выведены искусственно, эти гиперкарлики. И вот такие кролики, как у нас, действительно, ну ничем, вот за год я ни с чем не столкнулась, ни с какой проблемой вообще по здоровью этой породы кроликов. Про данных кроликов я никаких усилий не прилагала. Это качественный комбикорм, свежая водичка, все, не надо никаких экспериментов. В принципе, многие люди так содержат собак и кошек, без всяких экспериментов. Ничего страшного не происходит. Просто почему-то к кролику мы привыкли, что ему надо дать лист капусты белокочанной, от которой потом у него будет вздутие кишечника. И как бы крупы почему-то зерновые, почему-то хлебушек, вот сухарики. Я помню, да, в моем детстве дедушка тоже давал сухарики, хлеба черного кроличкам грызть, морковочку, яблочки. Было дело, да, потому что раньше как-то вот по-другому не могли кормить мы данных животных. Сейчас нам облегчили жизнь, прогресс идет вперед. Для нас придуманы профессиональные корма, которые уже содержат все необходимые пробиотики, витамины, все, все, все включено, и травы, все, что нужно, такое мы даже, может быть, и не сможем купить, если попытаемся купить это в розницу, потому что я знаю по морским свинкам сколько стоит качественное сено. Это мама не горюй. Заготовить самим, у меня есть песчанки, которые обожают строить гнезда из сена. Мы поймали таки себе клеща из сена и лечили в последующем песчанок. Плюс глисты, они тут же и все вместе связано. Вот, потом придется просто лечить от всего этого кроличка. Ну и сейчас в предеверии нового года, так как нашим крольчишкам вот всего четыре парня осталось последней, 27-го им исполнится два месяца, вот до 27-го, до двух месяцев действуют предновогодние скидочки, я их продаю по цене полутора месячных крольчат. Несмотря на то, что через неделю им уже два, мы делаем хорошие скидки на последних четырех крольчишек, чтобы они к Новому году смогли переехать в свой новый дом, либо как будущий племенной производитель, ваше хозяйство фермерское, либо как некоторые наши крольчишки уезжали, как домашний дружочек, питомец вашего ребенка или возможно даже ваш, потому что, конечно, содержать кролечка гораздо проще, чем кошечку или собачку, он не требует такого вот внимания, как котик или собачка, он не будет скучать, пока вы на работе, он будет заниматься своими делами, пусть даже вы ему оставляете какие-то веточки, погрызушки, вот он что-то будет там грызть, что-то кушать, что-то бегать по клеточке. Вы пришли, но нет у вас времени его, скажем, с ним поиграть и ничего страшного с ним не произойдет. Он не заплачет, как котик, он не прибежит скулить, как собачка и просится на ручки и говорить, а где же вы были целый день. На мой взгляд, очень милый, очень классный, очень красивый, нехлопотный, недорогой в содержании питомец. Обратите внимание, даже если самый дорогой корм вы его будете кормить, 50 рублей килограмм корма стоит в день кролику надо 60 грамм корма. То есть, ну, посчитайте. Если не использовать никакое сено и никакие вот эти вот фрукты, овощи, которые зимой содержат массу нитритов, нитратов и могут не столько пользы, сколько вреда причинить вашему кролику, отравиться он может. Если использовать, например, в клеточке лоток или купить клетку профессиональную, как у нас, в которой просто все просыпается само в решеточку, ну, такие клетки бывают для птичек, вы знаете, когда дно идет с сеточкой. Вот у нас пластиковая сеточка и все провалит свой поддон. То есть, ежедневно убираться не надо. Убирайтесь по мере необходимости. Также можно насыпать наполнитель в этот поддон и запаха никакого не будет. Вот, собственно, такой информации я сегодня хотела с вами поделиться. На будущее, возможно, кому-то эта информация будет не только интересна, но и полезна. на самом деле, мне часто задают вопросы, как я успеваю справляться с таким количеством разнообразных животных в своем доме. Ну, еще раз на примере кроликов я вам, по-моему, подробно вот рассказала, что особо сильного ухода, особо сильных финансовых вложений, особо сильного, не знаю, мы купили мешок комбикорма, он 25 килограмм, нам этот мешок хватает на 3-4 месяца на всех наших кроликов, они мало едят на самом деле этого комбикорма, он достаточно сбалансированный, они растут, они пушистые, они красивые, они здоровые, они веселые, ну, что еще кроликам надо, собственно говоря. На этом, дорогие друзья, я буду с вами прощаться, конечно же, ненадолго, увидимся в новых видео, до новых видео и до новых встреч на канале питомника Марии Мистик, здоровья вам и вашим питомцам и увидимся в новых видео. Если вам было интересно и полезно это видео, не забывайте ставить нашим ушастикам лайки, они вот тут уже нюхаются с собачками через клетку и между прочим, иногда бывает кошка дружит с кроликом, морская свинка дружит с кроликом, об этом много есть видео в интернете, что кролики достаточно миролюбивые зверюшки и могут стать компаньоном вашему питомцу, который уже, например, есть в вашем доме. Ну и в отличие от некоторых других грызунов, скажем, не такая маленькая у них продолжительная жизнь, 8-10 лет, это все-таки, скажем, не два года как хомячок. Ах ты, морковка! Так, дорогие друзья, пока мои собачки тут не собрали мне манежек, любезно подаренный выпускниками нашего питомника Лукасом и Оливией, такая красота, в которой я спрятала крольчат от наших собачек. Я буду с вами прощаться, оставайтесь с нами, до новых видео, до новых встреч на канале питомника Марине Стик. Здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока-пока!